самая лучшая косметика природная она полезна как для кожи так и для организма в целом ее всегда изготавливали своими руками именно этим мы и будем заниматься постигая секреты красоты и здоровья добро пожаловать на программу природная косметика сегодня мы поговорим о хурме мы в основном знаем что хурму можно сживать можно есть прекрасный продукт кстати который намного целебнее с позиции винограда и многих других ягод и фруктов но оказывается хурму можно использовать и в целях косметики чем хурма обладает хурма обладает вяжущим вкусом вяжущий вкус что он делает он способствует тому что подтягивает кожу лица вот поэтому маска из мякоти хурмы очень будет эффективна при коже в которой имеются расширенные поры чтобы ее сузить поэтому делается она очень просто мы с вами берем форму и натираем на мелкой терочке взяли натерли ее кстати косточки должны выйти они нам не нужны а мякоть мы используем вот у нас появилась мякоть и вот эта мякоть кстати вы видите какой цвет цвет хурмы оранжевый это говорит о том что здесь огромное количество каротина а каротин как известно он является провитамином вернее он является веществом с которого образуется витамин а а витамин а он защищает наши кожные и слизистые покровы поэтому хурма оказывается наиболее таким лучшим продуктом для нашей кожи чтобы она была красивая здорово вот вот это вот мякотью можно просто-напросто взять и ее втереть или намазать кожу лица значит кожа станет лучше биологически активные вещества и и сделают красивее а вяжущие вещества и и подтянут плюс еще бактерицидные вещества которые содержатся в хурме они ее сделают и более защищены от разного рода прыщи и угри поэтому очень важно пользоваться дополнительно к хурме можно еще добавить и яичный желток тогда наша маска будет еще более целебна и так мы с вами добавляем яичный желток берем опа осторожненько выбрасываем белок желток оставляем вот так вот раз отделяем отделили все у нас прошло нормально теперь добавляем сюда и естественно перемешиваем хорошенько все перемешиваем и у нас получается маска которая нас прекрасно тонизирует бодрит и освежает что немаловажно и сейчас мы ее опробуем опять-таки мы с вами смазываем свои ручки и начинаем от центра лица от носика по массажным линиям наносить эту смесь венокон наносим цвет лица от этой маски улучшается структура кожи у нас становится более молодой как более юном возрасте а это нам не даст никакая другая косметика держим эту маску около 15-20 минут вот так вот нанесли осторожно вокруг глаз можно здесь над бровями немножко осенью очень осторожно чтоб никаких таких обвислостей не было знаете мешочков таких вот которые под старость появляются и принимаем процедуру кстати запах великолепный от хурмы вот разные процедуры выполняешь разный запах от одного только запаха ты получаешь особо оздоровление одержали и в течение 10-15 минут и после смываем прохладной водой уверяю вас после этой процедуры эффект вас поразит поэтому эту масочку надо делать раз-два недельку можно знаете как поступать в одну недельку сделали одну маску другую маску вот чередовать и после 10 минут 10-15 минут мы эту маску смываем прохладной водой прохладной под подсчет 있немся к мальчиком а а клавида а в промокаем кожу лица промокнули на курс таких масок надо сделать 15-20 то есть в течение каждой недели если вы будете делать их раз в неделю вам понадобится 15 недель а если будете делать 2 раза в неделю то вам понадобится гораздо меньше и уверяю вас не пропускайте как только у нас настал сезон хурмы обязательно воспользуйтесь вот этими благами которые нам предоставляет хурма не только ее внутрь употребляйте но и наносите на кожу в виде масок и ваша кожа станет намного лучше помните то что полезно для вас полезное для вашей кожи отдавайте предпочтение природной косметики приготовленной своими руками с любовью к самому себе а мы вам в этом будем помогать вы смотрели программу природная косметика до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok